Всем привет! Ну вот, у нас наконец-то сегодня первый день, 23 мая, и мы все вместе сидим в машине. Можно сказать, третий этап уже вышел. Мы зашли в последний этап. У нас быстро как-то все так произошло. Сразу со вчерашнего дня сняли практически все ограничения в Грузии. Открыли Тбилиси, все границы. Ну, чрезвычайное положение снято, комендантский снят час, и вот мы все вместе уже едем в машине. Правила трех человек осталось только для такси. То есть водители два человека, два пассажира сзади, это правило осталось для такси. А мы... Мы, Наталья, они же делают коммерческую деятельность, и на самом деле для них надо было того сажать, как сажать, ему надо было ограничение профессиональной деятельности. А для семей, как вот, как Натка сказала, уже допустимо все. А мы сейчас первым делом едем проведывать наших родственников, паданного старшего брата. Мы его не видели, наверное, с тех пор, как ввели строгий карантин. Это с 16 марта. Мы честно, да, мы законопослушные граждане, мы честно отсидели всю самоизоляцию, карантин строгий. И мы сейчас едем их проведывать, там у нас тоже племянницы наши, две девочки, чтобы детки поигрались. И самое главное, тоже наш народ большой организационный талант проявил, как бы для других, некоторых странно не казался. Но данный факт, пандемия коронавирусом, народ сплотив в единую целую. И законопослушность и организованность, могу сказать, что любой народ это показал. И это оценили международные организации здравоохранения. И была очень положительно оценена вся работа вместе, объединенная с правительством, которые смогли организовать народ вместе. Наши профессиональные врачи хорошо поработали. И хватило, скажем так, терпения. Не все ожидали такого. Я честно вам скажу, что я думал, что как в Италии будет так будут наши реагировать, но нет, не говори. Ну да, конечно, практически мы вышли из чрезвычайной ситуации, из карантина, но какие-то ограничения все равно остаются. Нам нужно ходить в масках. Как с чистого листа маршрут перестроен. Через 200 метров поверните направо, а затем поверните направо. В общем, в общественных местах мы должны быть в масках. Дезинфекцию рук тоже нужно проходить. Парикмахерские у нас открыты, но открыты у нас сейчас такие очереди в парикмахерские. Мы записались неделю назад, только на понедельник. Ну, для закона обязывается термостриминг, где больше 10 лет мы принимаем в таких зданиях. Остается, да, термостриминг. Где меньше, там стоит, 1-2 для таких-таких ограничений нет. Парикмахерских тоже нужно быть в масках, тоже дезинфекцию рук нужно делать. Ну, это все остается, конечно, эти ограничения. Больше 10 человек нельзя с операцией, это тоже остается. Ну, в данном случае, как бы, правительство проявляет заботу о своих гражданах, потому что у нас действительно не было эпидемии. Благодаря таким принятым мерам у нас много выздоровевших. Из 700 человек больше половины выздоровевших людей. Последние недели в Западной Грузии никакого региона Эмиретии никакого факта не зарегистрировали. Да, туристический сезон открывается с 15 июня, внутренний туристический сезон. И сейчас правительство принимает меры именно для развития внутреннего туризма, для своих граждан, для грузинов, слава богу. Потому что не все, скажем так, могут себе позволить отдыхать в Грузии, потому что это дорого. И сейчас все это пересматривается, меняется именно для своих граждан. Есть определенные специальные рынки, типа туристических сервисов, дома, частные. В принципе, для всех карманов, можно сказать. Но те гостиницы, которые могли на хай-класс себе позволить, уже наши граждане могут где-то позволить пойти. Ну, по крайней мере, стараются так приблизить ценевую политику, чтобы нормальные, во уровне, средние грузинцы, со средним достатком, с семьей могли бы их отдыхать. Ну, так невозможно, да? Потому что раньше это практически невозможно было сделать. Цены европейские, а зарплаты не европейские. Поэтому не грузины не могли себе позволить отдых с семьей. Ну, среднее население, это не может быть так не населиться. Сейчас это пересматривается, ценевая политика пересматривается именно для развития внутригосударственного туризма. Ну, этот бизнес же международный был рассчитан на карманы европейские. Ну, Грузия такая страна, что она живет туризмом, это все знают. Красота. Красота и природа Грузии именно привлекают всех туристов со всего мира. Ну, это не историческое прошлое, искусство, как бы сказать, философское ведение жизни в православном мире. Могу сказать, что это отличается. Людям это интересно. И тут нечего скрывать, конечно, естественно, грузинские страны заработок – это туристический заработок. У людей здесь бизнес на этом построили. Ну, могу сказать, что многие наши из бывших союзных республик, Грузия, как бы коридор в Европу. У нас открытые, так бывают наши из Европы, с Америки. Многие свои компании, офисные, центральные компании, начали переводить в Грузию. Этим что дается? В Грузии, в самом деле, дается хорошая возможность как бы вести бизнес как в Грузии, так и в европейскими странах. И еще есть некоторые люди, которым визы нужны приглашение, чтобы в Европу пойти. Соглашение ассоциативного соглашения, подписанное с Северо-Союзом, тоже определенная стабильность народа, уважение за то, что они в Шенгельской стране, как граждане Украины, могут позволить пойти в Европу. Вот мама с мамой сейчас идут в магазин. Ну, как вы знаете, что мы идем к нашему дяде. И они пошли купить фруктов и овощи. Они пошли покупать фрукты и овощи. Вот. Также потом мы идем за подарками, чтобы нашим двоюродным сестрам подарить подарки. Вот. Они выбирают там овощи и фрукты. Но они не будут брать. Мне нужно объяснение. Цены там светели, здесь не будут. Цены светели. И они там не будут брать. Вот они вверх. Как ни странно, у нас здесь цены поднялись почти в полтора раза. Не будем мы здесь ничего покупать. Пойдем сейчас на базар. Там посмотрим. Вам с самолетами летать можно с 15 июня? Нет. Что касается внешнего туризма. Границы планируют открыть 1 июля. И туристический сезон начинается с 1 июля. И вот тут есть одно такое новшество, которое вводит Грузия. Это сейчас, но это информация более эффективная. Ну да, это очень такая интересная информация. Не знаю, может быть она даже неудобная. Грузия, как показала себя в отношении к COVID-19 и мер принятых, и считается одной из безопасных стран в мире. Третье место заняло по безопасности. И таковой она будет продолжать считаться. И меры вводят строгие. Для туристов это вводится к COVID-паспорта. Что это такое? Значит, каждый въезжающий турист из-за границы на территорию Муфии должен иметь при себе COVID-паспорт, где должно быть указано, что он сдал тест на коронавирус, и он должен быть отрицательный в течение последних трех дней до въезда. Иначе, конечно, он в страну не попадет. Это связано именно с поддержанием имиджа безопасности трусей. Но это может быть какое-то неудобство? Это может быть и неудобство для туристов, но с одной стороны, как бы мы грузины чувствуем себя более защищенными. Да, это касается и наших детей. Конечно, это неудобство, но я думаю, что это правильные меры и рассчитаны на защиту своих граждан. Вот такие новшества ввели. И Грузия будет продолжать, конечно, держать меры по сохранению имиджа одной безопасных стран в мире, туристической страны и страны, где туристы, которые здесь приезжают отдыхать, будут в безопасности. Это как бы будет новая экономическая возможность в связи с создавшейся ситуацией. Что случилось на той же планете? Мер уже понял, что локализовано, например, в Китае, даже производство держать. В результате такой непредвиденной ситуации надо будет разбросить по другим странам, чтобы большой коллапс не вызывало. В этой части в Грузии новые возможности появляются. Как бы наши морские пути, наше географическое нахождение в нашей стране нам дают определенные привлечения, чтобы привлечь новые инвестиции в Грузию. И я надеюсь, что работа нашей государственной структуры всех нас, которые, мы, например, простые люди, которые мы формируем, что происходят в Грузии, всем русскоговорящим населением всего мира, наших близких соседей, все-все-все-все-все поднимают язык. Мы всех, как бы, информируемся о наших блогах, наших учениях, какие плюсы, какая положительная часть у нас в стране появляются. О драматическом ситуации мы сами в Грузии у себя по-вестски разберемся. Это в нашем этом мире. Ну да, скажем так. Да. Что касается в этой части, я бы сказал, что очень интересные экономические возможности можно будет получиться. Да, мы знаем, что мировое турсийское агентство оборудовало, что где-то будет 60-80% в резис падения всемирового турсийского рынка в бизнесе в мире намечивается. Ну, Израиль уже подписал с Грузии соглашение. Да, они приехали уже. Это одна из первых стран, которые сейчас будут заезжать в Грузию. Туристы из Израиля уже... С Прибалтикой. С Прибалтикой, Болгария. С Румы. Ну, 29 стран. Это страны, с которыми Грузия сейчас подписывает соглашение о туристическом сезоне. И это страны одни из первых смогут заехать отдыхать в Грузию. Грузия ждет всех, пожалуйста. Приезжайте с добрым сердцем. Кто едет отдыхать, а не осуждать. Какие-то склоки делать. Вот это все. Есть вот эти люди, которые заходят на канал, пишут какие-то гадости. Зачем мы на них не реагируем? Мы у себя в стране. Мы у себя дома. Пожалуйста. Это как в квартиру. Ты домой приглашаешь человека, да? И открываешь ему двери, чтобы он заходил с добром. А если он заходит, еще начинает свои порядки устанавливать. Почему у тебя шкаф там стоит? Почему у тебя там кастрюля не там стоит? Или что у тебя шкаф? Или что ты спишь на этой кровати? Я его выпровожу, говорю, до свидания, иди, командуй себя дома. А я дома. Нет, это их не право, у себя дома будет. А ты ко мне домой приходишь, отдыхай, кушай, наслаждайся, пользуйся всем, что... Благоприродичность. Чувствуй себя, как у себя дома. Но не забывай, что ты в гостях. Это вот так. Так, ребята, мы идем покупать овощи, фрукты, как всегда. Мы идем. Там, клубничку надо купить. Все. Пойдем посмотрим, что это за цены на базаре. Хочу еще сказать. Дети, на вас как отразится? Вера, Блатон. Вот это освобождение. А? Как вы? Ну, это круто, потому что если мы обоставок, мы вошли, они брали только Блатона. Потому что Блатона дома оставить одного нельзя. И я оставалась дома. Блатон, а ты что туда не уезжаешь? Тебя не видно. Не видно, Блатон. Я хочу идти с села. Ну вот, ты идешь, ты везде всегда с нами. Ну, я дома всегда сидела. Пойдем. В общем, продукты мы не купили. Не, мы купили, но цены взлетели после вчерашнего Града. И сейчас очень похолодало резко. Я боюсь очень, чтобы виноградники не разбило. Это Град был первый. За шесть лет, как мы вернулись с Италии, в Грузию, такой Град, это первый раз, что выпал в Тбилиси, в нашем районе. Некоторые говорят, что уже такой Град был в Тбилиси раньше. Но, вот я говорю, за шесть лет, что мы здесь вернулись, как живем, такой непогоды не было ни разу, ни разу. Вот сейчас мы пришли на паспект Руставиле. Вот метро «Волшеб Свободы» Гиберти-Сквер. Большой торговый центр. Мы прошли галерию. Бедзина Иванишвили построил. Молодец. Да. Вот здесь наши музеи. Здесь мы были. Вот это дворца пионеров налево. Это дворец пионеров. Вот наш парламент. Парламент, за ним консерватория, в которой, кстати, Патта учился. Да. В Мангушке учился. Да, учился. Ты не знаешь, где-то не пополчился. Он сначала учился в Питерской консерватории, потом начались времена не те, и тяжелые времена. Он перевелся сюда, в Тбилиску. Ну, это Горбачевский период. Горбачевский период. Горбачевский, да. И по Паталону все продавались. Потом он перевелся сюда. Вот там вот. Вот там. Вот там. Сюда вот. Вот там консерватория, которую он закончил с Красным Зеликоном. Вот оперный театр. Если кто не знает, мы его перейдем. Так что музыка – это наша жизнь. И в Грузию мы вернулись. 6 лет мы находимся в Грузии. Не жалеем, не играли. Ну да, наши профессиональные деятельности тоже из Грузии ведем. Так что уже все границы нам открыты. И лучшее. Брат у нас живет, Юра. У нас в районе Садбустала. Да. Немножко потом покажем вам эту проблему. Это гостиница. Иверия была. Там где-то с еще жедесем блю. Да, здесь туристы приезжают, когда на отпуск приезжают, останавливаются. Сборные по регби здесь останавливаются, когда проходят чемпионаты в Грузии. Вот это. Кошец-герой их. Здесь Ангуладзе жил? Да, вот здесь. Вот в этом доме жил Паттен-педагог, народный артист СССР, тенор Нодар Ангуладзе. Знаменитый тенор. Может быть, кто-то слышал, кто интересуется вообще опером. Может, тебе послушать. Да. Это был Паттен-педагог. Паттен у него успел выучиться и в Италию поехать, и выиграть международные конкурсы, и свозить своего любимого педагога. Потому что он пел на скала. Потому что вот это конкурс Эндрико Каружи был. Это первое, первое, которое... Для теноров Паттен занял там гран-при. В 92-м году. В 92-м году. Да, и успел вывести своего педагога. Там было такое чудо, что мне было 21 лет на конкурсе Каружи в Мерландской консерватории. Это все происходило. Было сугубо теноровый конкурс. Паттен был 21 год. Он был совсем молоденький еще. Это был международный конкурс имени Эндрико Каружи и в жюри, кто этим видом искусства интересовался, в жюри сидел Франко Корелли, Джанни Раймунди, Тенора, Джульетта Семенату, это Супрано, дирижер Театра Ла Скала, маэстро Санзиони и президент МЧАНО, как это было, президент Ассоциации Каружи. А, этот, Питуэлло. Питуэлло. Вот, и мне 21 лет, вдруг в Министерство культуры проходит письмо и моя пианистка, Майя Тулупидзе, очень хороший человек, который играл Давида Ангуладзе, начальник студента периода, в студийской периоде, и в Абанджи Фаридзе. Вот эта дома, была моя пианистка, арана, это другая, Амзия, и она приносит на урок и говорит, вот на международный конкурс Грузии надо кого-то отправлять. Посмотрели возраст, думали, ну куда, это не начало, в колец 91-х, начало 92-го были. Хотим заметить, что тогда вообще не было никакой свободы и на конкурс отбирались строго-строго по разным этим ступенькам. Нужно было там спеть, тебя отбирали в комиссии, потом там спеть, тебя отбирали в комиссии, то есть нужно было пройти столько инстанций, что очень много, певцов вообще отказывались ехать на конкурс именно из-за этой волокиты. Да, потому что как бы со стороны, когда от имени страны вы выезжаешь, от имени страны, да. Сейчас, конечно, все могут... Сейчас все, кто хочешь, может поехать и... Сейчас барьеров нет, это хорошо с одной стороны, потому что... Может любой у себя попробует... Да, кому-то мог бы подумать, что вот меня зарезали, не отпустили, потому что я не в классе того педагога или у того, и... Ну, и определенная иерархия была, очень большая, такая же коррумпированная, как и... Ну, кавычка, разумеется, но все свои интересы надо. Сейчас хорошо всем ребятам, которым есть возможности выйти из... Всех есть возможности. И вот вдруг остановили внимание, и вот самый маленький, я из питерской констеллатории перевелся, это Бриджневский период, там и Горбачевский период был, Горбачевский период, было перестройки, и я перевелся. И вдруг говорят, я в тот момент пою на урок. Ке. На уроке. И вдруг... Говорят, вот нам надо оправдать, пересмотрели, так пойдешь ты. Ну, почему так неожиданно? На мне палец, эта звезда, пять месяцев перевелся из питерской констеллатории. Это было неожиданно, и такой ответственностишь. Вот так я и оказался на конкурсе Коррузо. Как Наталья сказала, что я стал в этом конкурсе Эмрику Коррузо, седьмой международной конкурсе тогда, в большом зале в Верди, в консилатуре Финалбо. Наша пианистка, Воскара, которая, она очень болела за меня. Единственный грузинь был, да. И в премию я получил следующее повышение курса квалификации в Италии под организацией, ассоциацией Эмбико Коррузо. И с моей социальной ударом мы были приглашены на этот курс повышения. И тебя тут же в этот же год тебя назначили... Да, потом меня назначили в 25 лет представителем Министерства культуры Грузии в странах Западной Европы. При посольстве Италии было прикреплено, я в Риме. Самое интересное было то, что мой педагог смешно было, что когда мне спрашивали, что сравнивали, у тебя голос говорит «Ты тускипа!» Манера пения. Знатому, как мы ведем искусство, они знают. А я сказал, что знаете, я говорю «Ты тускипа!» Я не слышал. Так, чтобы запись там еще не было, как это доставалось очень так-то. Сокрыто. Но ты были тяжело достать, записи тяжело достать. Я сказал, я слушаю, говорю, моего педагога. Это вся грузинское телевидение тогда сказала, вот говорит, пато сразу, говорит, сказал, я тускипа, я не слушал, а я слышал, говорит, маэстр, ну, дарангурация. Ну, тогда успехи пошло, пошло, поехало, потом, потом, удары 60-х годов, когда первые певцы в Ласкало выезжали из Советского Союза, был обмен, культурный обмен в 60-е годы. Маэсс, карьеру делать, что с закрытости закрывано. Это всем известный факт. И маэссу не было 60-х годов, лучше там в Италии. И вот нам повезут по этой практике, потом, по премию, мы с Маэссу выехали в Италию. И каждогодично мы выезжали, и я сейчас заказываю. Пока не остались там. Да. Потом переехали уже и там учиться, да, ну, это отдельная тема. Субтитры сделал DimaTorzok